Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 28 марта. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых Овна. Девятка. Девятка чаш. Завершение чего-то, кульминация, исполнение желания. Здесь внезапные какие-то подарочки, сюрпризы, хорошее настроение. Кто-то, что-то будет вам поднимать сегодня настроение. Потому что девятки – это когда мы уже достигаем чего-то, получаем какой-то результат. Как-никак здесь чаши, это наши эмоции, это наша радость, это счастье. Это когда, знаете, радуетесь и находитесь на седьмом небе от счастья, от чего-то. Может быть, внезапный какой-то прогресс, внезапный сюрприз. Что-то неожиданно может произойти здесь. Ну, какие-то радостные события, когда можно даже похвалиться, похвастаться. И здесь также, может быть, вы будете собирать, ходить в гости, собирать гостей, может быть. Это какой-то праздник, рождество, что-то будете отмечать, праздновать, веселиться. Позволять себе большего, лучшего радовать своего внутреннего ребеночка. Получать какие-то подарки. Исполнение желания, реализация цели тоже, может быть, по этой карте. Пятерка. Пятерка. Пятерка жезлов. Здесь такой вот боевой настрой на день. Здесь, может быть, нужно будет отставить свои какие-то интересы, права кому-то что-то доказывать. Здесь также, может быть, будете принимать какие-то участия в соревнованиях. Может быть, это спортивные соревнования. Может быть, это какие-то олимпиады. Может быть, у вас есть маленькие дети или взрослые дети, кто занимается спортом. Может быть, вы пойдете смотреть какой-то спорт. И, может быть, еще здесь это конфликтная какая-то ситуация. Может быть, это споры, скандал, ругань с кем-то. Негативы, конечно. Здесь, когда нужно будет, может быть, что-то отстаивать. Или вы когда физически боретесь за что-то. Или делите что-то. Если вы рассчитываете на чью-то поддержку, то вряд ли здесь кто-либо вас может понять, либо поддержать. Потому что здесь нужно рассчитывать только на себя. Это может быть еще и конкуренция. Может быть, у вас свой бизнес. И вот здесь немножечко нужно побороться с конкурентами. Им доказать, показать их место, как говорится. Потому что здесь вы победитель. Здесь вы смелый человек. И вы сами можете справиться со всем. Близнецы. Восьмерка. Восьмерка Жезлов. Новости, известия. Какой-то звонок. Поездка. Посылка. Либо, может быть, полет какой-то. Внезапный поворот событий. Наконец-то что-то сдвинется с места. Произойдет прогресс. Улучшите какие-то результаты. Ответы, которые вы ждете. Все это будет очень хорошими известиями. Позитивными. Также здесь, может быть, знаете, была стагнация. И что-то резко сдвинется с места. Произойдет какой-то прогресс. Появятся какие-то возможности. Когда вы будете очень активными. Когда, может быть, вы будете ездить, говорить, делать что-то. И здесь вы начинаете уже видеть результаты своих действий. В чем-то, может быть, даже будет вести. Что-то резко будет происходить. Что-то может повернуться, обвернуться в позитив. Может быть, вы не надеялись на что-то. И здесь резко поворот событий. В позитивную сторону. Рак. Король. Король Пентакли. И сегодня, наверное, нужно распоряжаться очень практично вашими финансами. Не тратиться так много. Здесь, может быть, вы накопили какую-то сумму денег, за которые, может быть, нужно будет держаться. Также, может быть, вы будете чувствовать себя очень комфортно в плане финансов. Можете приобретать что-то для дома, для семьи, для своего комфорта, для своего уюта. Также, если это не касается финансов, это может быть уже получение каких-то результатов. Может быть, вы делали какие-то действия, вы отрудились, и, наконец-то, вы здесь что-то получаете. Также еще здесь в плане финансов может быть принятие решения финансовых, построение плана. Обсуждать будете свои финансы с кем-то. Может быть, вы будете открывать свой бизнес, развиваете какой-то проект, который будет приносить вам доходы, финансы. Либо, может быть, кто-то финансово вам сегодня будет помогать, поддержит финансово. Но здесь вот именно, знаете, совет по этой карте быть практичными, брать контроль в свои руки в плане финансов, принимать какие-то важные, обдуманные решения. Не торопиться здесь потратиться. Но хотя, в принципе, здесь вам будет очень комфортно финансово. Может быть, вы уже собрали какую-то нужную сумму денег для чего-то. Может быть, вы создали себе какой-то капитал, уют. Вот здесь вот у такого человека чувство безопасности, когда что-то уже есть. Есть бизнес, есть работа стабильная, есть недвижимость, может быть. Или наоборот, когда вы копили на что-то для того, чтобы вложить, инвестироваться во что-то. Лев. Двойка. Двойка чаш. Сотрудничество, общение с кем-то, коллаборация, заключение сделки, подписки документов, может быть. С кем-то будете о чем-то договариваться или на какое-то совещание, собрание, встречи можете пойти, которая пройдет очень гладко. Здесь вы сможете договориться, сможете получить то, что вам нужно. Здесь также, может быть, какой-то эмоциональный обмен происходит. При встрече с кем-то, может быть, вы с кем-то знакомитесь. Совершенно новым человеком, либо, может быть, кто-то вам будет в чем-то помогать. На встречу, на уступки может пойти сегодня. Также еще здесь в плане отношений это встреча, любовь. Это конфетный букетный период. Это может быть как второй недовый месяц, если вы свободны. Здесь вы знакомитесь с кем-то, идете на свидание. Здесь, когда вам очень комфортно с вашим партнером. Это какой-то подарок, приятные сюрпризы. Это, может быть, что-то вместе, совместное делать сегодня. Ездить куда-то, ходить в ресторан. Может быть, куда-нибудь на выпеку сходить в бар, коктейльчик попить. Но смысл в том, что будет очень комфортно. Хорошая компания, хорошее настроение. Общение, коммуникация, коллаборация с кем-то, с какими-то людьми, кто будет вас понимать, поддерживать, помогать вам, пойдет на уступки. Вот здесь вот гибкость, когда люди подстраиваются тоже под вас. Может быть, вы идете на какие-то деловые встречи, совещания, митинги. И здесь вам кто-то будет в этом помогать, идти на уступки в чем-то. Или если вы хотите что-то продать, то здесь можете тоже и продать что-то. Дева. Восьмерка. Восьмерка Пентакли. Вы здесь опытный специалист, мастер своего дела, что-то очень хорошо умеете делать. Здесь вас ценят, ценят ваш труд. К вам ходят люди, на вас обращают внимание. Обращаются к вам за вашими какими-то услугами здесь. Это получение какой-то суммы денег за пройденную работу. Или за какой-то проект. Или наоборот, когда у вас появляются какие-то свои клиенты, которые готовы заплатить вам больше, лучше. И здесь вы будете получать намного больше, чем вы получали когда-то за какую-то вашу работу, допустим. Нужно будет сконцентрироваться, поглубиться во что-то. Какой-то заказ, может быть, будете выполнять. Или наоборот, когда вы будете здесь обучать кого-то какому-то мастерству. И зарабатывать на этом денежке. Может быть, вы тренинг какой-то проводите. Может быть, у вас свой бизнес, и у вас свои ученики. И вы здесь обучаете какому-то курсу, каким-то навыкам, допустим. И зарабатываете хорошие, приличные деньги. Либо, может быть, вы сами ходили учиться, обучаться. И, наконец-то, здесь вы получаете сертификат, диплом. А теперь вы можете воспользоваться этими знаниями, чтобы зарабатывать лучше и больше. Или инвестировать в свой бизнес, вложиться во что-то свое. Девятка. Девятка жезлов. Завершение чего-то, кульминация по девяткам всегда. Но здесь, может быть, нужно будет очень быть активными в течение дня. Это труд, это ответственность, это работа. Это, может быть, куда-то нужно будет ездить по делам, делать что-то. Что-то нужно будет срочно успеть доделать, закончить. И все, может быть, одновременно складывается у вас сегодня. Может быть, и на работу сходить, еще какие-то вопросы решить. Да еще и семьей время провести. Также, может быть, будет казаться, что, знаете, кто-то, либо ситуация сама будет напрягать вас. Может быть, просто много суеты. Вы будете как белка в колесе. Здесь много дел. И поэтому здесь вот будет казаться, что немножечко напряжение. Вот. Также здесь, может быть, нужно будет отбиваться, защищаться, кому-то что-то доказывать. Отставить свои какие-то интересы, права здесь. Может быть, вы куда-то едете сегодня. Это как пересечение границы. Может быть, на границе миграционную службу будет задавать какие-то вопросы. Нужно предъявлять какие-то документы, доказательства, может быть. Может быть, нелегкая какая-то поездка будет. Либо какие-то сложности, препятствия будут возникать. Может быть, какие-то дела сегодня, вопросы решаете. Но не волнуйтесь. Все получится, все сложится, все преодолеете, все сможете, все решится. Только немножечко можете устать в конце дня. Голова может разболеться, мигрень будет. Или, может быть, вялость немножечко такая. Ну, конечно же, потому что здесь вы будете очень активными, упёртыми. Нужно будет решить какие-то вопросы, достичь что-то. Все сможете. Скрапива. Пятерка. Пятерка чаш. Расстройства какие-то, эмоциональный кризис какой-то может возникнуть. Возникнуть что-то не устроит, кто-то не оправдает ваши надежды, доверия. В очередной раз что-то может не сложиться, не получиться. Какие-то потери. Какие-то известия, новости, которые вас могут задеть, расстроить, обидеть. Может быть, депрессивное состояние, сожаление. Когда вы теряете веру, веру в себя, в свои силы. Или не верите, что ситуация какая-то, в которой вы на данный момент находитесь, она поправимая. Здесь совершенно не так. Потому что здесь не нужно расстраиваться. Не нужно настраивать себя на негатив или на плохое. Потому что вселенная предоставит вам еще две возможности. Поправить что-то, улучшить что-то, наладить что-то. Это всего лишь напросто пятерки. Это младшие арканы. Ситуация будет поправимая. Самое главное, не расстраивайтесь. Не падайте духом. Все получится. Здесь вот то, что не сложилось, не получилось, или то, что вы потеряли. Здесь не нужно зацикливаться на том, что уже не сложилось. Потому что ситуация непоправимая. И здесь бессмысленная трата времени и энергии. Поэтому сконцентрируйтесь на том, что будет предлагаться. Кто-то явится к вам на помощь. Если нужна помощь, просите ее. Потому что кто-то вам поможет, поддержит. Ситуация, естественно, поправится. Улучшится что-то здесь. Самое главное, не теряйте веру. Смиритесь с прошлым. Может быть, это какие-то прошлые обиды. Что-то вы воспоминаете. Воспоминания какие-то есть о прошлом. И здесь что-то может вас расстраивать. Здесь не нужно жить в прошлом. Здесь нужно жить в настоящем. Просто отпустите это прошлое. Стрелец. Карта дурак. Старший аркан. Какие-то новые начинания, новые возможности, новые проекты. Пробует себя в какой-то совершенно новой сфере деятельности. Делать то, чего раньше никогда не делали. Шокировать свое окружение. Своим каким-то поведением. Или принятиями какими-то решениями. Здесь также начать что-то с чистого белого листа. Может быть, это новые знакомства, встречи. Это новое совершенно место. Работа какая-то совершенно новая. Дистанционные отношения могут начаться для кого-то. Партнер может быть вас младше по возрасту. Либо вы будете младше своего партнера по возрасту. Это может быть другой культуры, другой национальности, другой религии. Также здесь может быть освобождаться от чего-то. Наконец-то может быть какой-то камень, груз свалится с ваших плеч. Наконец-то можно вздохнуть. Наконец-то можно просто начать что-то то, чего всегда хотели. Это как освобождение от чего-то. Будет возможность именно начать что-то с чистого белого листа. Это еще карта риска. Может быть, здесь будете рисковать в чем-то. И может еще какая-то непредсказуемая ситуация возникнуть в этот день. Неожиданно что-то. Козерог. Рыцарь. Рыцарь Пентакли. Стабильное финансовое положение. Финансово все хорошо, все в порядке здесь. Будете принимать какие-то финансовые решения, может быть. Приобретать что-то на скидках. Или заключать какую-то сделку с выгодой. Или, может быть, когда вы не торопитесь тратиться. Берете на себя ответственность финансовую. Будете очень практичными, экономными. Тратитесь на какую-то поездку. Или, может быть, здесь планируете что-то. И обдумываете свои финансы. Как потратиться, на что потратиться. Или как, может быть, сэкономить где-то. Человек здесь держится за свои денежки. Он не торопится тратиться и не спешит здесь. Он несколько раз думает, прежде чем потратиться или вложиться во что-то. Может быть, еще здесь это получение денег. Это получение известий, новостей, связанных с вашими доходами. Или с какими-то проектами, которые принесут вам денежки. Здесь какой-то финансовый прогресс. Финансовые какие-то результаты. Даже если вы получаете какой-то результат, но здесь не совсем до конца что-то вы получили. Не переживайте. Потому что здесь, знаете, это все идет своим чередом. Это стабильность. Здесь это просто медленная стихия Пентакли у нас. И результаты, конечно же, будут. Просто вы будете видеть это все в медленном темпе. Также здесь, может быть, будете тратиться для дома, для комфорта. Может быть, просто поедете отовариваться и купите что-то из вкусной еды здесь. Или, может быть, решать какие-то вопросы, связанные с транспортом еще. Или ответственность финансовую на себя сегодня берете. Но здесь человек не в роли транжиры. Он, наоборот, предпочтет сэкономить денежки. Или вы получите какую-то сумму денег, или помощь, или подарок какой-то. Или поддержку какую-то. Можете получить сегодня. Водолеи. Императрица. Старший Аркан. Чувствовать сегодня себя, как эта императрица. Тратиться на себя. Уделять себе внимание. Быть красивыми. Быть привлекательными. Быть в центре внимания. Получать какие-то подарки. Получать какие-то результаты. Известия. Либо, может быть, это какой-то финансовый прогресс. Позволять себе большего, лучшего. Сходить в спа-салон. Побаловать себя. Может быть, сменить гардероб. Сделать себе какую-то причесочку. Потратиться на себя. Почувствовать себя, как эта императрица. Если у вас свой бизнес, свое дело. Здесь, наконец-то, он развивается. Он начинает давать вам потрясающие результаты. Потрясающие доходы. Когда можно почувствовать себя очень комфортно. Это какие-то ценные приобретения еще, может быть. Может быть, вы что-то дорогое ценное приобретаете сегодня. Это еще карта материнства. Может быть, нужно будет сегодня провести время с детками со своими. Это новости о беременности. Если для вас эта тема актуальна. Или, может быть, ваш партнер, ваш кавалер поведет вас сегодня в какой-нибудь дорогой, роскошный ресторан. Потому что это у нас изобилие. Это роскошь. Это комфорт. Это какие-то дорогие места. Дорогое вино. Это комфорт. Потому что здесь у нас энергетика планеты Венера. А Венера у нас отвечает за все дорогое. За изобилие, за роскоши, за комфорт. Так что сегодня чувствуйте себя как эта императрица. Рыбки. Туз. Туз жезлов. Какие-то хорошие начинания, возможности. Будете делать какой-то первый шаг. Будет стремление. Здесь желание начать что-то. И вот здесь, может быть, даже кто-то будет предоставлять вам какую-то возможность. И здесь нужно будет хвататься. Начинать. Действовать. Делать. Возглавлять какие-то проекты, может быть. Начинать свое дело. Свой бизнес. Все то, что вы начнете. Это даст вам хороший результат. Это даст вам какие-то достижения. Это даст вам какой-то успех. Это даст вам рост. Здесь вы начнете уже видеть результаты своих действий. Своего труда. Поэтому смело шагайте. Начинайте. Не волнуйтесь. Если есть вопрос начать ли вам что-то. Получится ли у вас что-то. Конечно же да. Шагайте. Делайте. Не откладывайте это на потом. Если есть возможность, лучше делайте. Потому что все здесь получится. Это очень будет хороший результат. Это принесут вам хорошие результаты. И успех. Здесь, может быть, эти новые начинания связаны с чем угодно. В зависимости от вашей личной ситуации. Что вас волнует на данный момент. Для кого-то это может быть работа. Для кого-то свой бизнес, свой проект, обучение, отношения и так далее. Но смысл в том, что начинайте. Все будет хорошо. Все получится. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Желаю удачи, успехов. Хорошего вам дня. Солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Продолжение следует.